МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главные новости понедельника. Далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем с новостями с востока Украины. На мариупольском направлении не прекращаются обстрелы. Боевики применяют минометы, гранатометы и стрелковое оружие в районе поселка Широкино. На связи с нами наш корреспондент Эльвина Сеидбулаева. Эля, здравствуй. Мы ждем от тебя самую последнюю информацию. Здравствуй, Леша. Широкино вновь под обстрелом боевиков. Кананада слышна даже в Мариуполе. Российские боевики бьют не только стрелковое оружие, но и 120-мм минометы. А их, согласно минским договоренностям, должны были отвезти от длинней столкновения. Стреляют и АГСами, стреляют минометами 120-ми. ОБСЕ, которое наблюдает, только за кем наблюдает, нам не зрозумело. За тем, что мы увели тяжелую артиллерию, а с чем те приходят из Новоазовска, мы этого не знаем. И нам ОБСЕ про это ничего не рассказывает. Выбачьте, но то, что мы тут встречаем, то мы видим. И вот накануне 16 снарядов боевиков упали на позиции наших военных. К счастью, потерь среди наших ребят нет. Кроме этого, украинские военные говорят о скоплении вражеской живой силы и техники на оккупированной территории в районе Новоазовска и Октябрь. Здесь боевики укрепляют свои позиции. Нашим бойцам противостоят регулярные российские войска. Против нас находится, скажем, с той стороне Кантемировская танковая бригада. В пределах они разбросаны. От Новоазовска туда в сторону Октября их порядка 36-40 танков. Это так вот то, что очевидно. Так уже БТРы, БМП, КАМАЗы. То есть идет сейчас накопление сил. Насколько мы понимаем, это либо готовится к большому наступлению, либо укрепляет позиции, чтобы бояться, что мы наступать будем. Ситуация в Широкино остается напряженной. Вот ночь украинские военные зафиксировали передвижение колонны российской техники. Готовы были ее атаковать, однако, выполняя условия перемирия, огонь не открывали. После этого по нашим позициям вновь начали работать минометы. Там что-то около 20 машин, что ли, шло. Нас всех подняли на ноги, мы разогрели танк, все как положено, были готовы. Ну, потом дали отбой, видимо, что противник тоже понял, что его как бы заметили. И ситуация, в принципе, тут не меняется. И когда мы уезжали из позиции, снова начался бой. Алексей. Эля, спасибо за работу. Это была Эльвина Сеидбулаева с тревожными новостями с Мариупольского плацдарма. Ну, а далее с нами на связи Вениамин Трубачев. Он также провел этот день в зоне АТО. Веня, здравствуй. Какая ситуация на передовой? Да, Алексей, на передовой сегодня было относительно спокойно. Боевики только изредка обстреливали позиции украинских войск. Вот, по-прежнему, самая сложная ситуация сейчас в районе Донецкого аэропорта. Террористы вели огонь из минометов по селу Опытное. Из зенитных установок обстреляли позиции в Овдеевке. Также постоянно подвергается атакам и поселок Пески. Стреляют очень часто с агрессов. Каждый божий день с агресса. Это для них как добрый день, доброе утро, добрый вечер. Для них все стабильно. Агресс стабильно стреляет. Иногда миномет полетает. Ну, стреляют. Стрелковые тоже. Ну, то есть, в первой мере, в первой мере, он не затримует. Ну, вот, в Песках долго находиться на улице небезопасно. Сегодня по поселку боевики стреляли из автоматических гранатометов. Периодически работал снайпер. Также подбираются и диверсионные группы боевиков. И вот, военные говорят, что перемирия здесь ни дня не было. Только интенсивность обстрелов то увеличивается, то уменьшается. Поэтому бойцы всегда на готове и в прямом смысле спят с оружием. Так и живем. Печечка. Спим, видишь, вот у меня автоматик с подствольничком. Мой. Это мой Егор. Не раз выручает. Нормально. На этом участке фронта украинская армия, согласно договоренностям, отвела тяжелое вооружение. Вот боевики, по словам армейцев, этого не делают. Также многие военные без отпуска уже пятый месяц и просят, чтобы их сменили. А после ротации они готовы снова вернуться на фронт в Песке. Очень бы хотелось, чтобы нас бы поменяли. Правильно, ребята? Хотелось бы и жену обнять, и дочку поцеловать. И вернулся бы сюда, бы еще бы. Всем привет передаю. Мама, дочь, дружина. Чекайте, я повернусь. Вот есть и трагические новости. В Константиновке, Донецкой области, украинские десантники на бронемашине сбили женщину и двоих детей. Восьмилетняя девочка погибла на месте. Женщину, которая переходила дорогу с коляской в тяжелом состоянии, доставили в больницу. Госпитализировали и малыша. И вот по предварительным данным, после осмотра отец забрал ребенка домой. Вот эта авария произошла возле больницы номер 5 на перекрестке, регулируемом светофорами. Вот что стало причиной трагедии, сейчас выясняют правоохранительные органы и военные. Все виноватые понесут самую суровую ответственность за совершенное дорожно-транспортное происшествие. Вооруженные силы Украины не собирались и не собираются скрывать факты преступлений, которые, к сожалению, имеют место. В Луганской области боевики тоже периодически обстреливают позиции украинских войск. Так, из гранатометов и пулеметов атаковали сокольники, стреляют террористы из минометов и по блокпостам в районе поселка Новотошковское. Там осталось несколько сотен местных жителей, изредка туда приезжают волонтеры, привозят продукты. Но в целом гуманитарная ситуация там катастрофическая. И вот как выживают люди в прифронтовом Новотошковском, предлагаю посмотреть мой репортаж. Сегодня большое событие. Привезли дрова в поселке Новотошковское. Газа нет и чтобы не замерзнуть, людям приходится топить печи и разводить костры. Вот это вот привезли дрова. Что привозят еще? Макароны привозят, спасибо большое. Макароны, крупы нам привозят, масса подсолнечная привозят, закрывачку привозили недавно, помидоры и огурцы. В квартиру Ларисы Лазуренко попал снаряд. Он уничтожил жилище полностью. Чудом все остались живы. Теперь женщина переселилась к знакомым. Их дом уцелел. Мы были в подвале, а потом пришли и глянули. Ну, глянули, что вообще. Ну, все там осталось, все осталось. И мебель осталась, и посуда осталась. В поселке сейчас в основном старики. Не больше двухсот человек. Молодежь давно выехала, и теперь бабушки и дедушки разбирают руины. Даня Шарина, это твоя квартира. Если сможешь, посмотри. Вот. Это все, что осталось от родительской квартиры. Магазины практически все закрыты. Почты и банки не работают. Соответственно, пенсии и пособия тоже не выплачивают. Хотелось бы, чтобы хлеб привозили хотя бы два раза в неделю. Вот. А его раздают или покупать нужно? Нет, его нужно покупать. За пенсию. Люди боятся новых обстрелов и по-прежнему живут в подвалах. Елизавета Васильевна помнит еще Вторую мировую и представить не могла, что снова война начнется. Какой поселок хороший был. Шахтеры работали, жили. Деток по двое, по трое. Сейчас ни одного ребенка не увидите. Не мог. Вывезли детей. Все. Побили. Старикам не хватает медикаментов. Больше всего необходимы противовирусные и кардиопрепараты. В аптеку поехать не могут. Все еще стреляют. Вот это вы чувствуете сами. На перекрестке стреляют. О, почти. Вот так оно и перемирие, и нема перемирия. А что вы не прячетесь? Да вы знаете, мы уже привыкли. Вениамин Крубачев и Сергей Дубинин. Подробности. Телеканал Интер. Луганская область. Из прифронтовой зоны на оккупированные территории. Как выживают люди там? Мы и сегодня звонили в Донецк и Луганск. Вот что рассказали местные жители. Появилось ряд очень интересной рекламы по типу «Хочешь получить танк в подарок Т-72? Огромная фотография красочная танка и мелкими буквами записывайся в армию ДНР добровольцем». Такого качества реклама, которая заставляет остановиться и внимательно прочитать все остальное, а потом, может быть, молодых людей идти в армию, говорит о том, что тут задействованы уже серьезные рекламные технологии, которые действуют на подсознание. «Война не прекращается. Придут бои. В нашем районе, где мы живем, в районе аэропорта, на Пешках, ну, голову, может, две-три ночи спокойных, а то все время стреляют. Очень сильно стреляют сейчас по горловке перемирия и не пахнет. Очень много. Обворовывают квартиры. Все в квартиру забирают. Там одной оторвало снарядом веранду. Двери остались открыты. За ночь что вывезли оттуда? В последние несколько дней вокруг города постоянно идут какие-то учения, то есть какие-то выстрелы. Ну, говорят, что это действительно учения, но к чему учатся, к чему готовятся, непонятно. То есть активно идет военная подготовка, говорят, даже новобранцы. Несмотря на постоянное обвинение о том, что Украина нарушает местные договоренности, в университетах негласно прошло распоряжение возобновить и вести документацию об учебной и научной деятельности на украинском языке, как было раньше. Это показать, говорить, что, может быть, есть договоренности. Еще в сентябре, где в октябре, с другого нас тогда запретили все украинские, из-за маленьких книжки. Ну, а теперь о том, как может измениться ситуация на Востоке. Парламент решил поработать над принятием законопроектов по реализации минских договоренностей. Какой особый порядок могут дать части Донбасса, расскажет Екатерина Лысенко. Законопроектов, связанных с Востоком, в повестке дня как никогда много. И обращение в Совбезоон по миротворцам, и формирование резерва военных. Но один из главных документов об особенностях местного самоуправления в некоторых районах Донбасса. Законопроект зарегистрировали в субботу. Зал его должны внести как первоочередной. Он нужен для нормализации общественно-политической ситуации и функционирования всего комплекса на Сходе Украины в данных областях. Законопроект касается только части Донбасса, той, которую не контролирует Украина. Но речь идет не об особом статусе, а об особом порядке. Закон про особенности здействия местного самоуправления на певных территориях, он же принят минулим скликанием парламента. Зараз мы принимаем территории, на которых он может распространяться и на которых могут быть проведены местные выборы. Однако этим законом про особый статус установлено, что выборы должны быть проведены 4 грудня 2014 года. То есть, вносящие изменения в одни статьи, даже забыли внести изменения в другие статьи самого закона. Когда могут пройти выборы? Никаких дат в законопроекте нет. Пока неизвестны и территории, где могут ввести особый порядок. Сейчас карта АТО иная, чем была 19 сентября во время подписания первых минских соглашений. Но именно на линию разграничения по Минску один ориентирован документ. И Дебальцево, и километров 120 от Мариуполя есть украинскими, которые не подбирают этому статусу. Решта территории, которые в тимчасово не находятся в юрисдикции Украины, могут отримать при выполнении всех необходимых условий особый статус, что до проведения доступных местных выборов. Но для этого нужно, чтобы там были украинские ППР, украинские патрули и украинские законы. Я считаю, что мы этот закон должны поддерживать, потому что это реализация минских договоренностей, то есть дипломатичный мирный шлях в решении военного конфликта. Первый пункт этого – это принятие этой постановы. Как только она была принята, будет принята, сподеваюсь, в следующем неделе сразу открывается шлях до подготовчивого процесса по выбору. Введение особого порядка – это выполнение одного из пунктов минских соглашений. Но не исключено, что понадобятся дополнительные законопроекты, чтобы внедрить этот особый порядок. Екатерина Лысенко, Алексей Шматов. Подробности в телеканал Интер. Об особом порядке на некоторых территориях Донбасса сегодня говорили в Брюсселе. Туда прибыли украинские оппозиционеры. Что касается особого статуса Донбасса, нужно понимать, что это не просто что-то, о чем так долго говорит оппозиционный блок. Это наше вроде бы уже как международное обязательство. То есть если мы хотим говорить о том, что мы выполняем минские соглашения, то мы должны принимать соответствующее законодательство. Во-первых, определить зону, на которой распространяется этот особый статус и этот перечень населенных пунктов. А во-вторых, принять закон, а что мы подразумеваем под этим особым статусом. Работать в Брюсселе делегация будет несколько дней. Проведет встречи и круглые столы с депутатами Европейского парламента, в том числе с группой друзей Украины, а также чиновниками из Европейской комиссии. Фокус всех встреч, конечно же, ситуация в нашей стране. Сегодня хотят видеть украинскую оппозицию, хотят слышать украинскую оппозицию. Сегодня они знают, что кроме Путина еще и украинское правительство, и много других проблем. Я то, что слышал сегодня от европейцев, они будут добиваться того, чтобы в Украине строилась реальная демократия, не для одной партии, а для всех. Чтобы оппозиция получила те права, которые положены. А вот президент Украины в Германии. Ситуация на востоке Украины и Минские соглашения – главная тема его официального визита. Какую поддержку уже пообещала Европа? Подробнее Татьяна Лагунова. Возле дворца Бельвю резиденции президента Германии развиваются флаги Украины. Один большой на флагштоке и десятки поменьше у подъезда к дворцу. Это украинцы Германии пришли поддержать своего президента. Он помахал рукой, так что нас заметил. Да, я думаю, тоже рад нашей поддержке. Слава Украине и гимн время от времени пыталась заглушить небольшая группа с флагами России, так называемой Новороссии. Эти митинговальники мы все знаем в лице и персонально. Это уже, как-то кажут, штатные працивники, всех демо. Встреча с Юахимом Гауком – первый пункт в программе официального визита Петра Порошенко. Воинские почести, гимны двух стран и переговоры. Но перед беседой небольшая остановка для фото со школьниками, многие из которых, кстати, родились в Украине. Из президентского дворца в резиденцию немецкого канцлера Сангела Меркель Петр Порошенко встречаются, пожалуй, чаще других европейских лидеров. Политики даже подсчитали. С тех пор, как Порошенко стал президентом Украины, они виделись более 10 раз и более 60 говорили по телефону. Но в Берлине встречаются впервые. О чем будут говорить, было понятно еще накануне. В интервью немецким СМИ Порошенко заявил, минские договоренности не выполняются и не по вине Украины. Так считает и Ангела Меркель. Но при этом лидеры едины. Альтернативы нет. Ни я, ни пани канцлера альтернативы Минску не бачить. Миротворцы не есть альтернативой. И сейчас, примерно на полгода или 7 месяцев, пока решение о миротворцах будет принято, если оно будет принято, мы на сегодняшний день заинтересованы в расширении миссии ОБСЕ, техническом оснащении миссии ОБСЕ. Мы также спольно наголошуем, что далеко не в полной мере выполняет российская сторона и поддержаны нею боевики режима припинения огня. Мы видим трудности в выполнении минских соглашений. Например, не полностью соблюдается прекращение огня. Но в то же время мы видим, что ситуация улучшается. Мы едины в том, что нужно тяжело работать, чтобы достичь того, что еще не сделано. Если не получится, Европа готова к новым санкциям. Этот вопрос обсудят на саммите Евросоюза, который состоится на этой неделе. Мы будем обсуждать, что делать, если минский пакет не будет выполнен. Но это не наш главный пункт. Наш главный пункт, как сделать так, чтобы пакет был реализован. И под конец визита Петр Порошенко посетил госпиталь Бундесвера. Там Украине передали медицинское оборудование для военного госпиталя в Запорожье. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Надежда Савченко возобновила голодовку. А это подтвердили сестра-леучицы Вера и адвокат Николай Полозов. В своем письме к соотечественникам Савченко объяснила. Прекращала голодовку из уважения к тем, кто волнуется о ее здоровье. Теперь украинка вновь протестует. Говорит, не притронется к еде, пока не вернется в Украину. Напомню, Надежда голодала 83 дня подряд. Начинала она первую голодовку при массе тела 70 килограммов, а сейчас у нее 57. Соответственно, ресурс ее здоровья гораздо меньше. Но, к сожалению, это такой выбор Надежды. Осознанный выбор. Она считает, что голодовка это единственный способ борьбы с незаконными действиями российских властей. Путин вновь появился перед камерами спустя 11 дней после исчезновения. Во дворце Конгресса в Санкт-Петербурге встретился с президентом Кыргызстана. О том, что якобы был болен, сказал кратко, мол, бесплетен, было бы скучно. Правда, присутствующие в зале заметили, что Путин бледен. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, что российский лидер чувствует себя хорошо и даже якобы покатал его на автомобиле. А вот днем ранее Путину удалось еще больше настроить против себя полмира. Шквал критики вызвал трехчасовый кремлевский фильм «Крым. Путь на родину», в котором рассказано об аннексии полуострова. Так, Литва потребовала ввести новые санкции против Москвы. Министр иностранных дел Лина Слинкевичус заявил в Брюсселе, что признание Путина о целенаправленном захвате полуострова и проведении спецопераций не могут остаться без внимания. Посольство Великобритании в Украине на своем сайте наглядно показало, что и как Путин говорил о Крыме. Там собраны цитаты президента России до и после появления ленты «Крым. Путь на родину». Ранее Путин опровергал присутствие российских военных в Крыму и называл силовиков местной самообороной. Вновь заговорили о санкциях и в Брюсселе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Маггерини призвала страны-члены ООН расширить санкции против России из-за аннексии Крыма. А ровно год назад в Крыму прошло то самое голосование под дулами автоматов, в результате которого полуостров увели у Украины. Что изменилось за год? Жить стало лучше? Жить стало веселее? Выясняли наши корреспонденты. В Крыму сегодня празднуют. Спустя год после так называемого референдума изменилось многое в тренде национализация предприятий и допросы инакомыслящих. Позиция «Крым – это Украина» может стоить от четырех лет в российской тюрьме. И даже на пророссийские митинги вход через рамку металлоискателя. Обещанная богатая жизнь под Москвой пока так и не наступила. Сам полуостров в международной изоляции, но многие крымчане еще надеются, но тоже как-то осторожно. Мы жили в Советском Союзе, мы жили в стране, в которой было все. Сейчас немножко возвращаемся в ту среду, которая была раньше. Я не могу сказать, что что-то изменилось. В этом случае по сравнению с Донбассом, я хочу сказать, что был очень своевременный переворот наш. Но далеко не все оптимистичны. Лично для меня ничего, как работала, так и работаю. Серьезно, я каких-то таких хвалебных писан не могу сказать. Впрочем, говорить правду, да еще и украинскому ТВ в Крыму сейчас опасно. ФСБ и самооборона не дремлют. Как заявила сегодня на заседании Комитета по правам человека украинская омбудсмен Валерия Лутковская, за год оккупации Крым превратился в полуостров страха. Сегодня же к годовщине аннексии отчиталась Генпрокуратура Украины, объявила о подозрении 76 членам парламента Крыма, помогавшим оккупантам. Если суд признает их виновными в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины, все их имущество арестуют и конфискуют в пользу государства. Речь идет о более чем миллиарде гривен. И если на территории Крыма пока это трудно реализовать, то депутатские дома, земли и яхты на материковой Украине изымут быстро. Мы работаем над установлением, отнайдением других активов этих людей, в том числе их корпоративных прав в складе юридических людей, которые действуют или зарегистрированы на территории Украины. И я думаю, что там суммы будут набагато значнее. Официальный Киев уже обратился с исками в международные суды. Сейчас речь идет о финансовой компенсации потерь от захвата Крыма. Дальше ГААГа. Путин фактически сделал явку с повинностью. И в эти дни рассказал, как он лично планировал эту операцию, даже с возможностью использования ядерной оружии. Пока нынешние крымские власти торжественно отвечают годовщиной аннексии, сам полуостров продолжает зависеть от поставок продовольствия и энергоресурсов из Украины, а также от погоды в районе паромной переправы. Леонид Аборин, Дарья Сафоненко, Игорь Романов. Подробности телеканал Интер Крым. А рядом с полуостровом в Черном море заканчиваются совместные учения НАТО. Сначала они проходили у берегов Турции, потом Болгарии, вот теперь в Румынии. День на американском крейсере Виксбург провела наш корреспондент Ольга Головина. Что видела? Посмотрите в материале из Констанции. Румынская Констанция на четыре дня превратилась из города-курорта в мини-базу НАТО. Шесть кораблей, две тысячи военных принимают участие в совместных учениях в Черном море. Наша задача максимально эффективно отработать совместные команды. Раньше мы провели учения по противовоздушной обороне и отражению атак подводных лодок. Флагман флота США, ракетный крейсер Виксбург, готовится к отплытию. Ежедневный ритуал поднятия национального флага в восемь утра. На Капитанском мостике последнее приготовление. Сегодня отработка координации действий всех судов и маневры. Команда учений интернациональная. Эти учения имеют две цели. Прежде всего тренировочные маневры, а также мы хотим заверить наших партнеров-фанатов полной поддержке. А тем временем на кухне жарко в прямом смысле. Каждый день для питания команды только яиц требуется 540 штук. Но сегодня в меню оно должно быть разнообразным не омлет, а запеченная говядина. После того, как все фрегаты покинули порт Констанции, отбывает и Виксбург. В 20 милях от берега корабли демонстрируют слаженное действие с румынской авиацией. Вертолетная площадка американского крейсера Виксбург. За моей спиной канадский фрегат. Сейчас здесь достаточно безопасно, но все-таки один несчастный случай был. Команда рассказывает, когда играли в футбол, один из игроков не удержался и выпал за борт. Футбол, чтение, компьютерные игры. Все это в свободное от учений время. Самый главный ритуал, чтобы не скучать по дому, загружать себя работой, что мы успешно и делаем. Есть и свои традиции у моряков. Капитан итальянского фрегата Ализео рассказывает, что в день Святой Барбары 4 декабря на корабле действует особый режим. Наши семьи в этот праздник могут находиться целый день на корабле. Вся команда в парадной форме. Мы вместе посещаем Мессу, а потом торжественный ужин. После черноморских учений будут новые в Средиземном море. Несмотря на уверение, что все военные операции Альянса запланированы заранее, активность НАТО на восточных рубежах факт очевидный. Сейчас в Балтийских странах, через месяц в Чехии, потом в Польше. Альянс демонстрирует свою готовность к любым возможным сценариям и вызовам. Из Констанции Ольга Головина, Игорь Антонюк. Подробности телеканал Интер. Во Львове инвалиды пикетировали городское управление транспорта. Требовали отменить постановление об ограничении проезда в общественном транспорте. Его исполком принял неделю назад. В соответствии с документом, льготники имеют право бесплатного проезда в автобусах и маршрутках только 6 часов в день, с 10 до 16. Представитель управления, вышедший к участникам акции, заверял, шаг вынужденный. Государство не компенсирует расходы за льготные перевозки. Но люди настроены решительно. Говорят, если ограничения не снимут, то пойдут в суд. Те, что в бегах не бедствуют. Речь о Януковиче, Азарове, Пшонке и их пенсиях. Можно ли наряду с арестом имущества лишить их выплат? Что для этого нужно? И куда при этом смотрит милиция с генпрокуратурой? Елена Зорина искала ответы на эти вопросы. Они бежали, как могли. Богатство Януковича из Межигорье загружали вертолеты и грузовики. Пшонка брал штурмом Донецкий аэропорт. Здесь, в Украине, осталось не только жилье, бизнес, но и пенсия. Выплачиваются ли пенсии Януковичу, Азарову и получают ли они деньги? Этим вопросом еще осенью прошлого года заинтересовались в МВД и начали уголовное производство. Как продвигается расследование, в МВД не комментируют. Хотя это вопрос на сотни тысяч гривен, говорит эксперт Юрий Гаврилевичко. Если сбежавшие захотят получить деньги, проблем не будет. У России с Украиной есть соответствующие договоренности. Это, по-моему, 30 тысяч гривен в месяц. То есть чуть больше 300 тысяч за год. Поэтому, обратившись за пенсией там, Янукович, в принципе, мог ее получить. Лишить их пенсии может исключительно осуждение их здесь, судом. То есть признание преступниками, лишение прав и привилегий. Заочно сообщение о подозрении, заочный суд, украинские законы теперь это позволяют, но следствие не спешит. Я думаю, что за 2-3 месяца следствие может передать соответствующие материалы. И, возможно, в заочном судочинстве будет установлено то, что Янукович строил злочинную организацию. Заочный суд вопрос с пенсиями не решит, говорят юристы. Их могли либо переоформить даже на неокупированной территории, для этого в Москве, либо в другом городе или стране написать доверенность. Ну а уладить формальный вопрос в Украине мог тот, кому это поручили. Отечественные законы гарантируют пенсию каждому гражданину страны. Но по Януковичу Азарову и Пшонке все же есть нюансы. Следствие, к примеру, может проверить, правильно ли их назначали. И это не все. Но если мы будем считать, что Азаров и Янукович переехали на постоянное место проживания в другую страну, то там выплачивается по закону на 6 месяцев и все. Если они находятся в России, то там уже должна дальше выплачивать им Россия. Но беглецы пока продолжают считаться ВИП-пенсионерами. И вот документ, подтверждающий, что, по крайней мере, бывшему генпрокурору пенсию начисляли в Донецке на временно оккупированной территории. Об этом одному из депутатов написали чиновники пенсионного фонда. А нам уже сегодня заявили, пенсию Януковичу, Азарову и Пшонке не платят. И ни слова о том, начисляют ли. Елена Зурина, Владимир Самченко. Подробности в телеканал Интер. В Одессе предотвратили теракты. Теракты предвосхищают выборы в Израиле. И станет ли меньше террористов в Украине? Поможет ли пропускной режим? Узнаете обо всем по порядку во второй части подробностей. Обещать награду не означает наградить. Дождутся ли защитники украинской земли обещанных земельных поев? Две минуты, четыре аварии. Как пьяный экс-начальник областной ГАИ по Львову покатался. Двум отцам не бывать, кто роется в семейном белье Элтона Джона. Пьяное ралли по улицам Львова. Накануне вечером бывший начальник ГАИ Волынской области умудрился устроить сразу четыре ДТП. После пытался скрыться, но не удалось. Подробности этой истории смотрите далее. Львов, мартовский вечер и настоящее автородео. Разогнался на улице Панча, причем по встречке, задев две машины. Остановился, а точнее пришлось остановиться, так как отвалилось колесо, на торфяной. Здесь бывший руководитель волынских гаишников Владимир Гаевой попытался убежать на своих двух. Далеко не ушел, попался в руки свидетелей. Хочу, что на меня едет машина, и я уже не помню, что из тех термозаточек, в последний момент она уже, смотрю, пара пропала, на которую она еще не выкручивала. И потом стоп, что ударит. Ну, есть травма головы, это струс мозга, есть, в принципе, боль в шиере. Гаишник-пенсионер находился не просто в нетрезвом состоянии, он был, что называется, в стельку пьян. Тест показал в крови Гаевова три промилля алкоголя. Этот анализ, кстати, удалось провести не сразу. Общественным активистам пришлось и взглядно постараться. Мне четко выдалось, что идет подробка этого теста, потому что, первое, через 40 минут поведомили, что драгера нет, что взятый СИЧА для проведения теста. Но провести его не могут, потому что нет зав. лаборатории. Они его проведут, и потом только выдадут какие-то документы. Почему медики пытались покрыть виновника, пока не ясно. Но активисты обещают, сделают все, чтобы дело бывшего начальника ГАИ в суде не спустили на тормозах. Ольга Теребинская, Юрий Голубинка. Подробности, телеканал Интер, Львов. СБУ задержало пять подозреваемых в совершении терактов в Одессе. Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиан Лукивский. Все они граждане Украины, один из них дезертир вооруженных сил. По словам Лукивского, подозреваемые также готовили взрывчатку для подрыва помещения волонтеров в Одессе. А в гараже террористической группы изъяли боеприпасы и оружие. В этой схованке, которая была специально подготовлена и вместе с боеприпасами, и выборовыми пристроями в арендованном гараже активного участника Одесского антимайдана. Этот гражданин был завербован боевиками так званой Донецкой народной республики. Напомню, в декабре в Одессе произошли взрывы в отделении двух украинских общественных организаций. Также в городе неоднократно подрывали волонтерские центры помощи украинской армии. Границу на замок. С сегодняшнего дня все местные пункты пропуска, где раньше пропускали жители приграничных областей, для россиян будут закрыты. Въезд им разрешен только по загранпаспорту и в международных пунктах пропуска. Всего их семь в Сумской, Черниговской, Луганской и Харьковской областях. А вот как отнеслись к изменениям жители приграничных сел? Узнавала Лидия Калинина. Пункт пропуска стрелечий раньше был почти символическим. Теперь здесь фортификационные сооружения, окопы, фини души. С сегодняшнего дня. Проход тут разрешен только украинцам. Россиянам путь заказан. Российское село Журавлевка прямо за тем холмом. Раньше здесь без проблем можно было проехать на машине. Год назад проезд запретили. И все стали ходить пешком. Вроде и к этому приспособились. Теперь новый запрет. Она девушка, два зятя у России. И внучка россиянка. Вот, вот, пройтись сколько. Так что, они там по кругу могут собежать? Через Нехотеевку, гопток, через Харьков? Конечно, далеко. У меня там дочка живет, где дочки живет. Я не знаю, как это, типа, решать эти вопросы. Такие истории стрелечий могут рассказать в каждом дворе. Как и в любом приграничном селе, здесь почти все связаны родственными ОУЗами с российскими соседями. Но пограничники уверяют, такая мера вынужденная. Потому что вы знаете, очень много граждан России, которые пытались в прошлом году перетнуть кордон в Украину, и имели на методе не щирые намеры, а имели на методе участие в заходах дестабилизационного характера. Говорят, за год в Украину не пустили больше 16 тысяч россиян, которые показались пограничникам подозрительными. По загранпаспортам им проще будет контролировать тех, кто пересекает границу. Местные, правда, надеются, такие меры ненадолго. А вот пограничники по секрету признаются. Давно ходят слухи. Россия может ответить тем же. И тогда границы между селами закроются окончательно. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Очередная рота батальона Сич отправилась в зону АТО. Пункт отправления аллеи Небесной сотни в Киеве. Здесь собрались несколько десятков бойцов и провожающие. Уже завтра добровольцы будут в Славянске и в Песках. Среди бойцов бывшие и нынешние депутаты от свободы. Говорят, главная задача не только с оружием бороться за свою землю, но и вести просветительскую работу. Показать местным жителям, что едут их защищать. С этой ротацией едет ковещий народный депутат Украины Андрей Тягнебок. Он, на самом деле, попал в лекарню в Славянске. И лекаря еще не позволяет ему сегодня ехать из ротации. Он будет догонять по ходу. Есть депутаты областных рад, есть депутаты местных рад. Такие ситуации, которые сейчас в Украине, это гибельные войны. Нужно начать головой уметь. У нас есть люди и с ума, и с ума высшими освятами. В Черкасской области разгорелась детективная история со служебным подлогом и очень многими неизвестными. Там у бойцов АТО прямо из-под носа увели несколько гектаров, положенные им по закону земли. Все подробности в сюжете. Это как в армии он был. А в АТО-то он еще его в августе как призвали. Так вот он в Житомире служил. Ольга Николаевна листает альбом младшего сына Михаила. Он десантник сейчас в зоне АТО. Когда закончится война, парень намерен вернуться в родной Субботов и заняться сельским хозяйством. По закону ему полагается 2 гектара земли. А в отделении участка начали хлопотать заранее. Мы подали заявку, чтобы выделили. Ну не знаю, посмотрим, че выделят, че нет. Все ли ради, то дали нам дозвол, а когда ли пойдет дело, то мы не знаем. В Субботове проживает еще 9 семей участников АТО. И судя по всему, перспективы на получение земельных участков у них не радужные. Своей, пригодной для хозяйства земли, в распоряжении сельсовета почти нет. Бойцам планировали выделить земли бывшего колхоза. Но не тут-то было. Я хочу, чтобы вы на месте просто зориентувались. Я вас привил вот эту точку. Сельский землемер показывает поле в 20 гектаров. Здесь и планировали выделить участки бойцам. В 90-х после ликвидации местного колхоза эту землю перевели в госрезерв. Но буквально недавно местные власти узнали. Районный отдел госземагентства уже передал поле частную собственность. У нас есть подозри, что тут сельская рада не погоджувала им, не подписывала акт погоджения меж с суммишими землекористувачами. И там есть подробленные подписи и подробленные печати сельской рады. В Чигиринском отделе госземагентства подтвердили, заявление на приватизацию земли они действительно оформляли. Но вот кому и как, начальник не припоминает. Да и самих документов у них в наличии, как оказалось, нет. Можливо, в областном управлении, возможно, на руках у громадян. Я не знаю из них информации на сегодняшний день о цих... А кто цель громадян? Не могу знать, кто цель громадян. О служебном подлоге сельский голова Субботова написал заявление в милицию. Две недели назад там открыли уголовное производство. И вот что выяснили. На данный час не установлено. Сгідно, немаше решения, вернее, право користувания цей земельной динам, на данный час еще не зареєстровано. Пока милиция ищет состав преступления, сын Ольги Николаевны защищает родину. Женщина боится, что по возвращению Миша снова придется воевать за свою землю. Но уже не сепаратистами, а с местными чиновниками. Те, которые там ребята, то они же больше всех под пулями. И вот так вот их обделять. Станислав Пухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Осторожно, выборы. Меньше суток до голосования в Израиле. В стране беспрецедентные меры безопасности. И уже есть задержанные. Кого и за что взяли под стражу, продолжит Сергей Ауслендер. Меньше суток до выборов и в Израиле резко ужесточают меры безопасности. Полиция переведена на усиленный вариант несения службы. Несколько тысяч полицейских будут охранять общественный порядок во время голосования. Отменены отпуска. Армия ввела режим повышенной боевой готовности в приграничных районах. И в районах еврейских поселений, расположенных в Иудеи и Самарии. Особенно тщательно досматривают арабов, жителей палестинских территорий, пребывающих в Израиль. Все территории закрываются. То есть по периметру территорий закрываются блокпостами с тем, чтобы жители территории, то есть Иудеи, Самарии, Естественные Газы, конечно, не могли въехать в Израиль на работу. Эти меры уже дают свои плоды. На КПП неподалеку от Хеврона задержан палестинец, у которого при досмотре обнаружили нож и боеприпас. Он признался, что хотел совершить теракт именно в день выборов. На границе с сектором Газа несколько арабов пытались приблизиться к пограничному забору. Израильские солдаты открыли огонь и отогнали их вглубь анклава. А накануне Иерусалимский окружной суд признал виновным 22-летнего жителя Восточного Иерусалима арабов в совершении автомобильного теракта своей машиной. Он накануне протаранил группу девушек-военнослужащих. Несколько из них получили тяжелые ранения. После этого террорист планировал добивать свои жертвы ножом, но был вовремя обезврежен. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Выборы, я напомню, состоятся завтра. На депутатские мандаты в Кнессет претендуют 26 партий и объединений. И руководитель той партии или того объединения, которое наберет наибольшее количество голосов, и, соответственно, наибольшее число мандатов, будет формировать правительство. Сергей Узлендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Что лечит лошадиный навоз, табу на слишком худых моделей и музыка счастья от ООН. Обо всем этом и не только в нашем обзоре. В ООН составят музыкальный плейлист «Счастье». В список внесут самые жизнеутверждающие композиции последних лет. Этот альбом Организация Объединенных Наций посвятит Международному Дню Счастья. Его отмечают 20 марта. Уже известно, в плейлист попадут треки Джеймса Бланта и Дэвида Гетты. Генсек ООН Пангимун предложил включить в список также песни Стиви Уандера. Всего в ООНовском альбоме будет пять песен. Звезда футбола Златан Ибрагимович назвал Францию дерьмовой страной. Это произошло после игры, в которой клуб Ибрагимовича Парис Сен-Жермен уступил Бордо. Под трибунным помещением стадиона нападающий агрессивно раскритиковал арбитров. Мол, за 15 лет своей карьеры еще не видел такого судейства, как в этой дерьмовой стране. Министр спорта Франции Патрик Канне в своем твиттере призвал нападающего шведского клуба публично извиниться. Ибрагимович заявил, не имел в виду Францию и французов, а говорил о футболе страны. Депутат национального собрания Франции Оливье Веран предложил запретить работать слишком худым моделям. Политик даже призвал внести соответствующие поправки в действующее законодательство. Веран считает, девушки при приеме на работу должны приносить справку с фиксированным весом. Работодателей, которые нанимают слишком худых моделей, депутат предложил штрафовать на 75 тысяч евро и сажать в тюрьму на срок до полугода. От анорексии во Франции страдают 40 тысяч человек. Им удобряют грунт, а теперь будут лечить людей. Все это о лошадином навозе. Швейцарские ученые утверждают, на испражнениях только этих животных растут лечебные грибы, которые эффективно убивают бактерии. Именно они ключ к созданию нового поколения антибиотиков. Использовать навозные грибы планируют в медицине и пищевой промышленности. Эти организмы убивают патогены, которые вызывают пищевые отравления. В Лондоне прошел традиционный фестиваль любителей научно-фантастической культуры. Тысячи поклонников жанра нарядились в сказочные и в то же время смешные костюмы. По британской столице разгуливали спайдермены, зомби, трансформеры и робокопы. Кульминацией вечера стал конкурс, на котором выбирали лучший наряд. В итоге победа досталась обычному рабочему из портсмута. Он облачился в платье Урсулы, героини мультфильма о русалочке. Скандалы за детей. Кто посмел обидеть сыновей Элтона Джона? Да и самого Элтона Джона. И кто вступился за его право быть отцом, знает Оксана Кундеренко, наш корреспондент в Лондоне. Это настоящие звездные войны. Герои битвы, небожители из индустрии музыки и моды. Дизайнеры Дольче и Гавана против музыканта Элтона Джона. Словесные баталии начались с интервью Доминика Дольче итальянскому журналу, где он выступил против усыновления детей однополыми парами, а искусственно зачатых младенцев назвал химическими и синтетическими. Как вы смеете обзывать моих прекрасных ребятишек такими словами, возмутился Элтон Джон в Твиттере. Вы старомодны, как и ваша одежда. Байкот Дольче Габанам. Хэштег. Кутюрье Доминика Дольче и Стефана Габана живут в гражданском браке 23 года. Признаются, детей очень хотели бы. Но ведь они геи, получается, придется идти против природы, а потом объяснять, почему у сына или дочери нет мамы. У Элтона Джона и его супруга Дэвида Ферниша двое сыновей, рожденных суррогатными матерями. Это Закери. Это Дэвид. Мы очень рады быть здесь. Право быть с детьми отстаивают звезды первой величины. Виктория Бекхэм публично призналась в любви к Элтону и его ребятишкам. Рикки Мартин призвал итальянских дизайнеров очнуться за окном 2015 год. Кортни Лав решила и вовсе сжечь все свои наряды от Дольче и Габана. Твиттеры знаменитостей просто взрываются. Не остались в стороне и сами виновники. Кто хочет видеть их в одежде нашей марки, написали Доминика и Стефана под фото Элтона Джона и Дэвида Ферниша. Видимо, только у преданных поклонников, так как хэштег «Байкот Дольче и Габана» стремительно набирает популярность. Позиция Кутюрье не нашла отклика у коллег по творческому цеху. И в этой битве Дольче и Габана, похоже, проигрывают. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Это были подробности понедельника. Спасибо, что смотрели. До свидания. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин